Пять вопросов перед тем, как мы начнем изучение. Почему мы изучаем тавхид? Почему мы изучаем вот этот текст, этот труд? Потому что мы искатели знания. Искатель знания обязан идти по дороге, которую установили для нас, провожили для нас ученые. То есть не должен ничего делать от себя, что-то ставя вперед, а что-то отодвигая назад. А должен идти по дороге, которую для нас установили набожные ученые. Первый вопрос. Что такое вкратце три основы? Это три вопроса, о которых ты будешь спрошен в могиле. Кто твой Господь? Какова твоя религия? Кто твой пророк? Четвертый вопрос. Какова польза от изучения вот этого вот труда? Мы говорим, польза от этого. Если мы изучим вот эти вот три основы. И будем действовать в соответствии с ними. И призывать к ним. И проявим терпение в отношении знания, и деяния, и призыва. Если мы все это сделаем в этом мире, то с дозволения Аллаха мы ответим на вопросы в могиле. Пятый вопрос. Вот этот вот текст, трактат, он что содержит в себе? Он содержит в себе пять частей. Состоит из пяти частей. Первая часть. Четыре вопроса. Это знания, и деяния, и призыв, и терпение. Вторая часть. Три вопроса. Три вида таухида. Третья часть. Почему мы изучаем таухид? Четвертая часть. Разъяснение трех вопросов в могиле. Пятая часть. Это заключение. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...